Дай почитать. Дай почитать. Дай почитать. Еще замечать за собой странные вещи. Например, руками может зарядить телефон, а если передержит, то и расплавит. Если она в гневе, то в ней просыпается суперсила и вырывается наружу, тогда жди беды. А если все это помножить на любовь, половое созревание и влечение, мятежность, протест и ревность, восхищение невероятными способностями исчезает, ибо они становятся угрозой для жизни. Ее отец-физик после развала СССР становится биржевым брокером, но упорно желает поступления мании в политех через Олимпиаду. Именно там ей помогает профессор Кьяница, и она по результатам Олимпиады зачислена в ВУЗ. И тут отец рассказывает дочери, как они с этим самым профессором, его другом, провели над ней трехлетний эксперимент с магнитным трансформатором, и что именно после этого она стала заикаться и обладать суперсилой. Тогда отец, ученый, сотрудник ней, пытался получать ток из электромагнитного поля в пространстве. Машу Депре ударила электрической дугой в голову, она сломала ногу, но выжила. Роман о взрослении с элементами фантастического допущения поначалу привлекает, но с каждой новой страницей появляется все больше и больше вопросов и к логике, и к композиции, и к художественным достоинствам. В книге 10 глав задач. Каждый имеет сдержанно афористичное название. Прыгай со сцены, украти свои руки, получи по щам, накрой галушами розетки, дай себя распять и так далее. Финал еще более абсурден. Безумный профессор похитит Машу ради научной сенсации. Депре отец исчезнет за зеркалье, его туда затянет дочкина молния. Короче, зеркало в дребезге. Но Маша успешно окончит политех, а Родион, сокурсник и сын профессора, соберет все осколки зеркала и предложит ей вернуть папу. Невероятный сюр. А как все хорошо начиналось. 18+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!